Послание святого Павла к Римлянам, 8 глава, 31-33 стихи. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Это мы привыкли говорить в послании. А тогда было просто письмо. Слышали, от Павла пришло письмо. И вот они доходят до этих строк. Чтобы проникнуться написанным Павлом, давайте представим, что мы члены Римской Церкви. И Павел говорит, кто против нас? Люди могли переговориться, кто против нас? Да все против нас. На арену мира выходила Христова Церковь. Если бы она выходила с духом лекуманизма, все прошло по-другому. Это сегодня, мы говорим, вот был коммунистически тяжелый режим. Вот гнали верующих в Римской Церкви, было не так. Они захватывали территорию, узнавали, какие боги есть, брали этих богов, привозили в Рим и ставили. Это бог равный со всеми. Ваала, Старта, Марс, Венера, Епитер, Асклипий, Кронос. Это все божества, пятьсот. Им сказали, статуи Христа поставили. Помните фильм «Смотри, а по гребеши». Он за нее хватается и говорит, я Христа сделаю памятник мраморной большой. Что тебе еще надо? Он рассуждает, как истинный римлянин. Значит, христиане не пошли на это. Они сказали, вот эти ваши идолы стоят, это деревяшки, это мерквичина. И принося жертвы им, вы приносите жертвы не камню, а бесам. Бесов никто не видел. Христиане видели. За каждым памятником, в каждом памятнике или ничего, там демон сидит. Демон. Да кто против нас? Все не разделили. Отец против сына, сын против отца, мать против невестки. Христос сказал, и двое против трех, и трое против двух разделятся. Против. Устой государства – это семья, частная собственность вера в Бога. Все было разрушено христианами. Почему и христиане объявили вне закона? Жалкая кучка безграмотных рыбаков стала провозглашать торжество идей какого-то еврейского плотника, который сам себя не мог защитить. Ведь вот как вопрос состоял. И вдруг Павел им говорит, кто против нас? Они не просто считали это письмо, они рассуждали. А кто вообще не против нас? Вопрос ведь так надо ставить. Римская власть самая долговечная, самая справедливая, какие только власти было. Это нашли евреи. Когда в книгах Маковейских, считаем, они узнали, как у них избирает эту тогдашнюю думу, и как все подчиняются, и как нет никакого раздора еврейским вождям святым. Было положено на сердце, с ними надо заключить ставить. Такой справедливой власти не было. Все конституции мира с того времени строятся по принципу права римского. Называется римское право. И против этого римского справедливого права поднялся голос первых христиан. Они сказали, отпустите рабов. Они сказали, все равны перед Богом. Гонимые всеми. Сегодня это все народы, кроме евреев, избранные нации. А тогда самые гонимые евреи были. Но против христиан поднялись все нации мира. Все системы мира. Все конституции мира. И евреи. Евреи разожгли ненависть Нерона против христиан. Разные подложные письма. Обвиняли, что христиане приносят детей в жертву, пьют кровь. Как сегодня христиане обвиняют евреев в этом. Свое получают. Да кто же против нас? Посмотрим историю церкви. Еретики. Им нет числа. Сегодня их число неизвестно. Но известно, что больше двадцати тысяч. Все против истины Христовой. Все. И все себя называют церквами. А они никто. Совершенно никто в очах Божиих. Они приравниваются к самым страшным грешникам. Страшнее убийц. Потому что ты убийца, блудник. Агафон согласился со всем. Но сказали еретик. Нет. Вытер слезы. Это сам увлечение со всем. А еретик это добровольное отвержение ума. От ума церкви. От ума Христова. Итак, кто против нас? Те. Куда ни глянь. Все против нас. И вот здесь живете вы. Не такие уж вы христиане. Это твердые. Но все-таки все знают, что здесь живут верующие. Как они к вам относятся? Попы. Собрали здесь. Всякими кличками вас награждает. И сусиками детей называет. И тогда Павел говорит. Бог за нас. Всего только один. Но где Бог, там большинство. Там все небо. Разве я не могу 12 регионов ангелов вызвать? Могу. Ну а почему Бог за нас? Чем мы отличаемся от других? Если их не защитил, тех подпредал. Город разрушил. Веры порушили. А почему Бог за нас-то? Откуда у нас эта уверенность? Павел подтверждает. Тот, который сына своего не пощадил. Ради меня. Мы должны это усвоить. Да, умер он на Голгофском кресте. Ради меня. Он шел и повторял. Отец, я иду умирать. И повторяет твое имя. Павел, Игорь, каждого. Я иду умирать ради тебя. Как мы дороги для него, мы это не знаем. Мы знаем радость возвращения блудного сына. Получил перстень, обувь, одежду новую. Но радость Отца, она в проповеди почти не звучит нигде. На небе ангелы радуются. А раз ангелы радуются, они радуются Отцу Небесному. Он за нас. Он предан был за всех нас. Да как же он нам не дарует из всего, что у него есть. Копыт простой выжить. Нам небо принадлежит. Мы родились для неба. Это временная жизнь, подготовка к вечности. И мы должны согласиться с этим, что нас все здесь любить не будут. И к этому не надо стремиться. Если это не счастливец, он обязательно будет против нас. Блудник, он против нас. Убийца, пускозвон, будет против нас. Любой депутат, он будет против нас. Мне в жизни пришлось этот стих на себе опробировать на каждом шагу. Против меня кто не воюет только. Особенно сейчас мои слова зафиксированы в книгах. Баптисты все против меня. Мусульмане против меня. Евреи против меня. Коммунисты не надо говорить. Там я упоминаю шесть тысяч раз только про евреев. Старобрядцы против меня. Попы православные против. Вчера звонит священник мне и говорит. Закончился собор архиеврейский в Москве. Там присутствовал галорион. Геомида Щукотского, который патриарха назвал Иудой. Против кухоническое движение. Отлучили, сняли сам. Такого вообще за всю историю советского периода ни над одним епископом не было. Мы всегда его упоминали. Я о нем пишу неоднократно в книгах. Но он сам по пути не знает, где он идет. Он только увидел, что дальше так нельзя. Полностью предали все разбавили. А нам говорят, вот оно ваше православие. Это не наше православие. Это православие волков лютых, которые вошли в овчарные нищие стадо. И говорят превратно, чтобы за собой увлечь. Значит патриарх подписался. Иларион восстал или нет против? Меня сейчас это интересует. Нет ли его там этой подписи, которая во благо никому не будет? Диамид был неприкасаемый. Когда он восстал, с первого дня он в реестре моей молитвы. Каждый день. Я с ним сейчас не вступил. Меня спрашивают, почему? Я вижу, что он опять в монастыре, на анаде. Ему не дорасти до этого, чтобы прямо пойти по евангельской истине. Итак, единодушно подвязайте за веру евангельскую. Если я единодушно с апостолами за евангельскую веру, за евангельскую, меня объявят неправославным. Монахи все против меня. Все до одного. И мне уже просто на СМС сбрасывают. Они вам никогда до смерти не простят, что вы их раздели до головы. Я ничего не раздевал. Я поставил их в свет евангельских истин. Куда я ни кину взгляд, нет ни одного течения, которое было бы не против меня. Старобрядка готова меня, говорится, несваренного съесть. И несмотря на это мы знаем, кто мы. Как дорого за нас Господь заплатил. Ты никогда не ищи благоволение человеческого. Кто угожает человека, никогда не будет рабом Божиим. А раб Божий под особой охраной, защитой. Особая грамота ему дана. Мы не узнанные дети Царя Небесного. Златоусты задавали такой вопрос. Но если мы так дорого стоим, и стоим мы в ценных очах Божьих, почему нас гонят? Потому что они нас не узнали. Запыленные, пропотевшие, с грязными знаменами, с окровавленными руками нас били. На нас раны и рубцы. Нас никто узнать не может. Но в судный день вся эта шелуха, вся эта кожура, шкура эта уйдет. Этой коры не будет. Будет показано любящее Бога сердце. И кого знали, которых весь мир не был достоин, Павел говорит. «Они скитались в кожах по ущельям гор». 1 Иоанна 4,4. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Вы всегда знаете, что в нас должен быть Дух Святой. И об этом молиться надо Царю Небесный. «Приди и селись омны. И кто будет против, скажи, а тот, кто во мне больше того, чем тебе. Твой хозяин искушает меня, а мой хозяин больше твоего. Он не даст мне быть искушаемым. Сотвори молитву, и все будет по-другому. И каждый день считай последним. И ты увидишь, что против никого нет. А который против, Затаул говорит, «Могу Бог сделать, но сделать нельзя. Потому что я благодарю». И он высек искру славы Божией. «Победа на стороне врага только тогда, когда мы заропшим». Вот Сатана тут хлопает в ладоши тогда и доволен. Все. Смущения, молитвы настоящего человека нет. Он человека поставил на сторону недовольства промыслом Божиим. Что в нашей жизни есть? И ты скажи, это самое наилучшее. Как он меня любит с детства? Как он меня вел? Вы думаете, это случайно, когда я спрашиваю, кто как обратился к Богу? Некоторые из вас ведь так и не написали. И это не случайно. Нечего писать. А если писать, что ты то покажешь такое, ну, ты сам увидишь, что ты совсем не такой. Каким должен быть? Судя по возрасту, вам надлежит быть учителями, а в основном нужно кормить малопаугов. И апостолу говорили неоднократно это. Ученикам. Первый отца 146. Для Господа не трудно спасти через многих или немногих. Если Бог укрепляет руки, дает силу, никто не может устоять. Нигде. Вот представьте, что Константинополь, столица во время Римской империи, вся захвачена еретиками. Одни еретики, одни сектанты. И одна домовая в дому церковь. Ну, как у батюшки в доме, на втором этаже. Все захватили еретики. И епископы все подписались. Какое-то обновленческое движение было. И сербис Рогородский там был. Они все обновленцы. Но вот встает один протодиакон-авсанасий. И никто не ожидал, что будет дальше. Он прямо поставил вопрос перед Аримем. Один вопрос. Кто судить нас будет? Скажи. Арий. Может быть сказал достопочтенный. Арий выглядел очень импозантно. Выгодно для всех отвечал. Стройность у него в речи была. В движении. В одежде. Когда в берегиках пишутся, говорят, он такой, как немцев раньше показывали в фильмах. Включенная. На людей не похоже. Нет. Арий был привлекателен. И Иорий ничего в этом вопросе не увидел. Он ответил. Ну как написано? Христос. Но если он не Бог, как он может судить? И Иорий задумался. Вот эти минуты, которые он думал, как волния пронеслась по собору. Один за другим епископ стали вставать. Если он не Бог в самом деле, а просто один из лучших сыновей Божьих, как иеголисты понимают. Действительно, Судовожий тогда нет. Тогда все христианство рушится. И отказывается от своих посвящих. И второе убирает. Третье. Все повернулось по-другому. В один день, в одно мгновение. Простой вопрос. А могли сказать, а кто за нас? За нас истина. Быть может, среди вас растет такой герой веры, который пробудет страну. С него начнется преображение. Какой-то реформатор будет в церкви. Вы только не спите сейчас. Слушайте. Слушайте и складывайте себя. Не знаю, насколько это достоверно. Я слышал в самом начале своего обращения. Будто бы в каком-то собрании. Православное или сектантское. Не знаю. Уже все расходятся. После богослужения. И видишь, что священнослужитель печальный сидит один. Подошел мальчик. Поинтересовался. Он говорит, сколько проповедей говорим, а никто не обращается. Почему? Я уже Бога спрашивал. Он говорит, как никто, а я? Ну правильно, ты. Ты один. Да за последние три года кроме такого. И тебя не было. Это будет дальнейшим знаменитой проповедник. Через которого тысячи людей найдут путь к Господу. Самое незначительное. Через немногие Господь может сделать многое. Второзаконие 33.29. Блажен ты, Израиль. Кто подобен тебе народ, хранимый Господом? Что бы она здесь сказала? Кто подобен вам, живущим здесь, хранимым Господом? Я сегодня пришел. Наружная дверь храма не закрыта. Палочка подтерта. Храм. Здесь находятся ризы, священные сосуды. Ни одной решетки нет. Огромные окна. Любой хулиган зайдет, все утащит. Спрашивает, почему? Ну у нас так принято. Храм открытый. Одна вот эта вторая дверь уже после Тамура. На внутренний замок. Да это все за отношения. Израильский храм охраняли тысячи человек. Тысячи. Ден и ночи столетиями. Во-первых, это неправильно. В то же время хранит Господь. Я батюшке предлагал уносить ризы, священные сосуды после каждого богослужения. Это два-три человека зашли, унесли. Все хранится. Это большие тысячи денег. Их пропьют и на портянке и берут. Кто же об этом помолитесь? Кто за нас? За нас Господь и Он нас выразумлять должен. Поревнуйте об этом. В первую очередь священник, староста, смотрители. Бытие 15.1. После свих происшествий было слово Господа Аврааму в видении и сказано, не бойся Аврааму. Я твой щит, награда твоя весьма велика. Наш Бог и пишает, не бойся. Вот это слово не бойся звучит. И мы можем его принять от Господа, хотя оно к Аврааму сказано, когда мы поступаем как к Аврааму. А если мы по прихотям своим поступаем, спим, слово Божие в пренебрежении, то это слово к нам не относится. Бойся и трепещи. Господь на ленивых, Господь на сонных. Он вытряхивает ненужное. Он говорит, по святильникам осмотри у Израиля. Исайя 57.9. Говорит, и Господь Бог помогает верным. Перед нами великая задача ничем не огорчать Господа, не отогнать Его. Как говорят святые отцы, мы грехами своими обгоняем Дух Святой. Как дым отгоняет пчелы. Исайя 54.17. Ни одно орудие сделанное против тебя не будет успешным. И всякий, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Это сегодня мы все вместе. Придешь домой, у тебя друзья, близкие дети. А когда ты совершенно один. Вот даст Господь тогда испытать помощи неоткуда. Угрозы со всех сторон сыплются. И вдруг Бог все развеет, угроз никаких нету. Начинается рассвет и новый день. Я с тобою. И Господь испытывает народ свой. Иеремия 1.19. Они будут раковать против тебя, но не превозмогут. Ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Все пророки, утешительными словами, поддерживали ослабленные руки и колени. Я с вами. Но наш Иерусалим разрушен, сожжен. Я с вами. Драгоценность всей земли, израильский храм развален. Камня нам не нет. Как рыдали и верили. Платили большие деньги, чтобы с холма разрешили им посмотреть на Иерусалим. И то это паломничество случалось редко. А Господь их утешал. Я с вами. Не в храме дело. Сегодня так далеко все ушло. Начни спрашивать, что такое православие? Ну, что православие? Вот мне звонят православные на неделю. Звонят в тревогу и голос. Вот мы собирались, и одна из наших близких людей. И вот сейчас на нее все ополчились. Вы думаете, что она сделала не так? Вначале думаешь, ей нужна помощь. А потом я увидел. Помощь очень кардинально нужна священнику. Освещали воду. А потом во второе богослужение, видимо, было. Освещают снова. А она осветила бутылку эту освященную, с этими поставила. И эту бутылку воды два раза осветили. То есть энергетика превысила допустимый уровень, так скажем. Она ревет, сейчас сидит эта женщина, бабушка. На нее все напали. Что ты наделаешь? Что с этой водой делать, они не знают теперь. Я пришел к батюшке и сказал. Батюшка говорит, это самое настоящее наше. Это так и есть. Да кто знал, какую освященную воду? Ты открой Библию с конца до конца. Освящение – это сам Господь. Она должна быть освященная вода, но никак не больше. Пократи скотину в огороде, чтобы все росло. Но не умирайте перед этим. Нет освященной воды. Да все освящено естество в воду. Ну кто нам свет освещал? Кто нам воздух освещал, которым дышим? Ну почему-то об этом. Ну пашни еще скотину освещают. А от чего спорь освещают? Христа не знает. Да хоть десять раз освещаются. Она мне говорила, я говорю, все углы уже дома пропарила, целую кадушку воды натаскала, освященную. А сама живет в грехе, и ничто мне не помогает. Да как оно поможет? В этой кадушке может демону начинуть у тебя. Он, демон-то, боится не святой воды, и даже не креста. Он говорит, я боюсь, когда люди живут дружно и святым любви. Этого я терпеть не могу. Когда люди показывают смирение перед Богом, перед старшими. Это у нас сейчас привыкли за ребенка умирать. Какое, наверное, это мой ребенок. Ему нельзя сделать замещание. Это мой, мой отчая, да я родил. Закон Назраевский гласил так, если сын не слушается, может и пьяница. Родители должны были первые пойти к старейшинам и сказать, сын наш, может и пьяница. И положить руку на голову его, и в этот же день он будет убит камнями. Это закон был. А если родители не скажут, туда же им дорога будет. Вы, дети, должны увидеть кандидатов в небо. Потому Бог их поселил с вами, рядом, в одном доме, чтобы вы смогли передать самое лучшее, что у вас есть. Не заступайте. Вот у нас мать ни разу за всю жизнь не заступилась ни за кого. Я один раз только пришел. Загнали меня в снег тут ребятишки. Я ногу-то вытащил, а Валенок остался, досеком побежал. Ну, нашелся старик. Валенок этот вытащил. А матери сказала, а мать узнала, что нет меня. Она мне добавила. Ни весь куда не надо. Нас десять ребятишек и мать без всех заступалась. Да кто против нас, если мы будем жить свято, чисто? И ты в каждом вопросе скажи, а кто против нас? У человека три врага. Загибай по пальцам. Первое – дьявол. Дьявол и все его воинство. Выходя из дома, мы говорим, отрекаясь сатаны и всех делах его и всех ангелов. Второе – это вот этот окружающий мир безбожный, безбожная жизнь, условия, изобретения, телевизоры, компьютерные игры. Это мир мирской. У верующих игр нет. Игра дорого стоит. Народ съел пить и стал играть. И ни один живыми не был. Бог сразу всем вынес до одного смертного приговора. Игра закончилась катастрофой Израиля в пустыне. И третий – ты. А кто из них самый главный? И самого главного врага ты можешь убить сегодня. Подойди к зеркалу. Если дьявол и Бог разморжил голову на голготы, этот мир осужден Богом. То есть выбор в самом себе ты должен сделать сам. Налево или направо. С Богом или с сатаной. Вот самый главный враг. Ни президент, ни враг, ни мусульмане, ни евреи. Так и говорится. Это первый шаг. Победи этого врага. Срази его. Хали его. Обезглад. Отвергни себя. Отвергни. А потом смиренно скажи. Все, что ты дашь, понесу. Возьми крест твой. И далее. Библию из рук не выпущи. Каждый день буду смиряться, как я иду. То есть исследуй за мною. Три пункта всего. Но не так же это трудно. При желании. Иеремия. 20. 11. Но со мною Господь, как сильный ротоборец. Потому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся. Потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечным и никогда не забудется. Можем ли мы это сказать? И кто против нас воевал? Я вас побуждаю к истинному свидетельствованию о славе Божией. Покажи, кто против тебя был. И посмотри, где. Если я покажу тебе, кто воевал против меня, ты ужаснешься и скажешь, неужели одни трупы? Никого нигде нет. Притом необычной смертью. Необычной. Я говорю, в которой статьи писали, из-за чего гнали нас в газете. Самый высший журналист, значит, я убитым в подвале. Вот он, житель, оставил дом свой. Инсульт, его нет. И я ничего ему не делал. Почему? Я сильный ротоборец. Враги сильно потравятся. Ко мне подходят сейчас коммунисты даже и поздравляют с победой, которую я подал в суд на ГТРК против телевидения. Мы тоже вам помогали. Я так поделился. Как помогали? А вы же против меня были. А всем охотно примазаться к победе Христовой. Это чудо, когда Господь за нас. Евангелие от Иоанна 10, 28, 29. И я отдам им жизнь вечную и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех. И никто не может похитить их из руки отца моего. Все время помни об этом. Отец иступил меня. Отец за меня сына отдал. Я в его руке. У евреев есть такое пожелание. И мы говорим, ну добрый путь ангела-хранителя. А они говорят, душа твоя, да будь завязана в узел у Господа. Вот когда в узел положишь, завяжешь, там ни одна копейка не выпадет. Хорошее выражение. Как в узел завязано, а узел потом надеваешь на пояс к себе. Как ты еще вытряхнешь? Как мы ценны перед нашим Спасителем? Салмопевец забыть это понимал. 117.6. Господь за меня не устрашусь. Что сделает мне человек? Да Давид, чего тебе не делали. За тобой тень гонялся всю жизнь. Жен отняли. Сыновья против тебя. Жена тебя опозорила. Так ты унизился перед служанками. Он нашелся, что ей ответить. Я еще больше унижусь и буду велик перед Господом. Он до смерти почти часа бегал. А кто против меня? Ты забыл даже свою биографию. Слава Христова тогда уже держала его. И показывала, что никто не сделает нам зла. Вы это чаще повторяйте. Что-нибудь совершенно непереносимое кажется. Встань на колени и скажи. Я искупленное щадо. Сатана, отойди от меня. Не искушай меня. Он испытает меня. В святые молились так. Испытай меня, Боже. Выйду чист, как золото. Псалом 26, 1, 3. Господь свет мой, спасение мое. Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей. Кого мне страшиться? А он бегал. Однажды его спасло только то, что он прикинулся сумасшедшим. Распустил слюни по бороде. Пальцом что-то на ворот ощерпил. Его посчитали ненормальным из сумасшедшего дома сбежавшим. Прогнали. И благодаря этому он спасся. И опять пришел и говорит, а кто против меня? Да ты же, Давид, понимаешь, что тебя врагов больше, чем друзей. Его не хотели царем ставить даже. Сын против него поднял восстание. Они сразу переметнулись на стормами столом. А он говорит, а кто против меня? И в конце жизни мы скажем. Если мы с Господом. Со мной Господь. Передо мной Матарство. Миллионы демонов будут преграждать нам путь в Царство Небесном. Но кто против меня, когда со мною Господь? Да скажет душа. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Аминь.